Тема звук, записи и обработка. Мы начали с монтажа, но нам нужно записывать не только видео, но и звук. Отчасти, кто-то уже с вас знаком частично с этой темой, кто-то записывал какой-то звук когда-либо. Тем более сейчас в мобильных устройствах есть функция записи звука, диктофоны и все с этим связано. Тем более даже в самых простых смартфонах, или телефонах даже можно сказать есть. Так или иначе записывайте. Когда я учился, что-то жужжит. Дождь. Да? Нет. Когда я учился в институте, у меня не было тогда невозможности что-то купить, потому что вся техника стоила дорого, и смартфонов у меня не было. Их в принципе тогда не было. Не было возможности записывать. Сейчас у вас уже есть такая возможность, и максимально пользуйтесь этим. Это действительно удобно записывать лекции, текстовые лекции на диктофон, и потом частично отслушать. Да. А мне приходилось все лекции записывать в тетрадочку полностью, для того, чтобы потом их повторять перед экзаменом. А у вас есть возможность записывать уже звуковой ряд. Осторожно, да. Запись звука не менее важна, чем запись видео. Картинка – это одно, но картинка со звуком – это гораздо больше информации. Когда мы смотрим с вами репортажи, новостные репортажи или вообще что-то на экране или по телевизору, нам важен еще и фоновый шум. Кроме того, что еще есть запись голоса, для видеозаписи важен и фоновый шум, что происходит и атмосферу, чтобы мы понимали в целом. Вот как правильно записывать звук и как его обрабатывать. Сейчас небольшой у нас будет курс. Для записи на телекомпаниях существует студия звукозаписи. Это не телевизионная студия звукозаписи, а профессионально музыкальная. Просто хорошая картинка попалась, тут много всего нарисовано. В студиях что важно? Оборудование. Его очень много, оно разнообразное, для разных нужд. И вот там дальше комнатка за стеклянными окошками. Это сама собственно студия, там даже видно рояль, пианино, рояль. Это студия музыку записывать. Но здесь важно, что место звукорежиссера, его пульт, с которым он управляет. И сама студия тихая, там где нет посторонних шумов, звукоизолированная, в ней записывается звук. Когда вы начитываете что-то новостное или какой-то репортаж, естественно, он должен начитываться в определенных условиях, чтобы не было посторонних шумов, которые будут непонятны зрителю. Мы должны от них избавиться. Для этого создаются специальные записывающие комнатки. Они могут быть разные. Это большая студия, в ней даже рояль помещается. А на телевидении используют и маленькие комнаты в том числе. То есть, это буквально кабиночка со специальными стенами. Там используется несколько слоёв материалов, которые поглощают звук. То есть, не только кирпич или бетон, а ещё и всякие поролоны и другие. Также звук поглощается всевозможными поверхностями, вообще он поглощается поверхностями, которые располагаются по-разному, под разными углами и так далее. Вот у нас, наша аудитория, они ровные, то есть, стены все ровные, параллельные друг другу, и здесь звук отражается от них, и получается у нас небольшое эхо всегда, когда мы говорим. А в этой студии эхо нет. Там стены поглощают то, что на них попадают. Либо они не могут всё поглотить, часть звука они отражают, но поверхность не ровная, она располагается под углом к другой поверхности. И получается, что звук попадает, отражается, рассеивается, от других стен рассеивается, в результате вообще растворяется, исчезает, нет его, микрофон его уже не улавливается. Естественно, используются микрофоны разные, которые настроены менее чувствительно, то есть, когда нужно громко говорить, они записывают звук, или более чувствительные, когда даже малейший звук, писк, они записывают. То есть, всё зависит от нужной ситуации. Микрофон. Это студийный микрофон. Вы видите, на стене такое покрытие, оно даже не пупырчатое, оно пирамидки там такие чёрные. Это специальный поролон, который поглощает звук. Вот о нём я, собственно, и говорю. То есть, он неровный, он весь состоит из пирамидок. И звук, когда попадает на пирамидку, он частично поглощается ей, частично отражается, но отражается то он не обратно, а отражается в соседней. В результате очень хорошо поглощается. За счёт этого в студии тихо. Микрофон, как вы видите, висит на специальной стойке. Она может крепиться либо к столу, либо на пол ставится. Это всё зависит от задачи. Она на кронштейне, регулируется по росту. То есть, когда можно подойти к микрофону, можно поднять его, опустить и так далее. Сам микрофон крепится. Вот специальное пластмассовое такое кольцо. И к нему тоже крепление, чтобы меньше передавалась вибрация. Вибрация от пола, от всего. То есть, сам микрофон тоже частично подвешен как бы независимо. Чтобы меньше звука к нему передавалось через вибрацию. Если мы стукнем по столу в одном месте, звук же и там будет. И если на нём стоит микрофон, то этот звук передастся микрофону. Причём очень так существенно передастся. Поэтому такие устройства используются. И вот эта штука называется поп-фильтр. Это всего лишь кольцо, похожее на пяльца. И здесь специально такой материал на чулок очень похожий. То есть, он сетчатый, тоненький. Там два слоя. Вот так они между собой располагаются. Небольшое расстояние между ними. Это нужно для того, чтобы когда вы подходите к микрофону и говорите. Ведь мы же говорим вместе с воздухом. То есть, мы выдыхаем всегда воздух. И наши звуки B, P взрывные. Когда мы их произносим, они выбрасывают, вместе с ним мы выбрасываем часть воздуха. И вот этот фильтр, он этот воздух рассеивает. То есть, об него ударяется воздушная волна и рассеивается. Если убрать фильтр, то эта воздушная волна дойдет до микрофона. И в результате микрофон, вот этот вот звук, очень громко запишет. То есть, он будет записан громче остальных. Взрывным образом. И мы услышим потом при прослушивании. П, П, П. Вот это очень ярко будет слышно. Поэтому используется такой фильтр. Он дешевый. Видите, он просто крепится на такую гибкую штукенцию, штангу. И в результате мы избавляемся от B и P. Другим способом избавиться от них не получится. Потом уже при обработке их нельзя удалить. Поэтому используют ПОП-фильтр. Тем более, это не проблема, когда запись в студии. Так, вот у нас другая немножко студия. Здесь немножко другое покрытие. Но оно также работает, как и те пирамидки. Здесь они просто по-другому располагаются. То есть, видите, да? Диктор или певица через ПОП-фильтр что-то начит. Здесь микрофон расположен, вернее, закреплен уже по-другому. Но это может быть достаточно, если покрытие на полу соответствующее. И не передается никаких вибраций. То есть, микрофон такой, что он не боится вибраций и других. вещей. Вот закрепление микрофона профессионального. На таких вот чёрных тросиках. Они растягиваются. То есть, там используется резина в том числе. И в результате сам микрофон, он как бы висит. Если ударить случайно даже по штанге, то сам микрофон этот звук не получит. Ну, представляете, да? По вот этим тонким гибким соединениям уже звук не так передастся этот удар. Если было бы жёсткое крепление, то микрофон бы это почувствовал, записал бы. А так, не передаётся звуковая волна практически. Ну, она настолько незначительная, что микрофон это не почувствует. Эти микрофоны профессиональный микрофон. Вы даже по внешнему виду видите, что он стоит дорого, богато. Поэтому такие микрофоны используют в студиях. Они чувствительные. Они записывают более качественный звук. Студийная запись. Это не репортерский микрофон. Но с таким вы тоже будете работать на телевидении. Когда будете записывать наговор для своих сюжетов, например. Или на радио тоже такие используют. Это микрофон-петличка. Что за микрофон-петличка? Я вот для вас записываю звук на микрофон-петличку, который у меня находится. Это вот такой микрофон. Он очень маленький. Вот здесь даже вот он. Сам микрофончик. Вот он крошечный. И петличка, это вот крепление. С помощью которого на костюм, на одежду прикрепляется сам микрофончик. И вот провод. Но они всегда тонкие. Потому что сами микрофоны не требуют большого питания мощного. И им достаточно тонких проводов. А более массивный микрофон вы наверняка видели. Который в руках держит. Там провода довольно широкие. Там используются. Они требуют уже больше вольтаж. И поэтому у них провода другие. Ну и такой микрофон менее заметен. Вот сейчас он торчит и все. Особо никто на него внимания не обращает. С ними удобно работать, когда вы записываете интервью с кем-то. Потому что человеку можно прикрепить незаметный микрофон. Не держать его в руках. И в результате получить качественный звук. Причем вы его можете расположить достаточно близко к человеку. То есть качество звука будет лучше. Что тут еще расположено и нарисовано? Эта штучка, это не поп-фильтр. Это ветрозащита так называемая. То есть это кусочка поролона. Который надевается на сам микрофончик. У меня здесь нету. Потому что я его не использую на ветру. Здесь просто закрыт он внутри колпачком. Не буду откручивать. Вот он сейчас сломается. Техника такая нежная. Этот очень дешевый, кстати. Рублей двести стоит. Для компьютера даже. Но они низкого качества. Хорошие петлички и вообще хорошие микрофоны. Они дорогие. Но стоят несколько тысяч рублей. Студии, естественно, их закупают сразу. И они всегда идут в комплект вместе со съемочной группой. Клипса. Ветрозащита. Она помогает избавиться от ветра. Который случайно попадает на микрофон. Если он попадает непосредственно на микрофон. То в результате мы слышим задувание такое. То есть у нас звук. Звук голоса. Он оказывается тише, чем ветра. Давление ветра больше. И в результате у нас получается бракованный звук. Мы не слышим разборчивого человека. Поэтому используется ветрозащита. Здесь еще на самом проводе находится такое специальное устройство. Питание. Оно усиливает сигнал. Это связано с тем, что у некоторых микрофонов не требует дополнительного питания. То есть его подключают просто к камере. И он питается непосредственно от камеры. А некоторым микрофонам требуется такое питание дополнительное. Батареечка есть. Которая вставляется. И потом уже подключается к камере. И в результате можно записать звук. А это еще переходничок. Видите, он потолще. То есть есть же разные разъемы. У разных камер разные разъемы. Профессиональные разъемы более такие вот. Выглядят массивно. А это классически, как вы видите обычно в плеерах, во всем этом. Такие разъемы. Это вот петлички у нас. Это микрофон уже более современный. Ведущие сейчас используют такие микрофоны очень часто. Ведя концерты. Ведя даже передачи. Когда нужно двигаться. Можно использовать петличный микрофон. А можно такой. Чем такой отличается? Эти узконаправленные микрофоны настолько, что они записывают. Он располагается обычно рядом с ртом. Он надевается на голову и за уши закладывается. И вот эта часть располагается очень близко. Она, во-первых, тоненькая. Под цвет кожи. Такая бледно-розовая. Он особо не заметен визуально. Его, конечно, видно. Но он не бросается в глаза. Подбирает специальный цвет. Подходящий. В результате вокруг может быть довольно шумно. Но микрофон захватывает маленькую область, где источник звука. Род человека. И все. Получается достаточно качественная эфирная звукозапись. Поэтому такие вот используются микрофоны. Так. Вот этот микрофон-петличка еще. Они выглядят немножко по-разному. Что-то похожее. Но всегда у них есть. Да. Сам микрофончик. Клипса. Для того, чтобы к одежде прицеплять. Это радиопетличка. Разница лишь в том, что есть приемник и передатчик радиосигнала. Это передатчик. Он отличается лишь тем, что это для петлички. Сюда подключается петличный микрофон. Разные переходнички. С маленьким коннектором. С большим, как у профессиональных всех звуковых устройств. Этот, видите, у него довольно большой вот этот коннектор. Как и здесь. Он подключается к ручному микрофону. Просто снизу вставляется. И работает как передатчик. А приемник подключается к камере. К другим устройствам, которые записывают сам звук. Это такой вот комплект. Разных переходников. Вот эта вот штука. Это крепление на камеру. Площадочка. Для того, чтобы крепить уже сам приемник. У камеры же есть специальное место для крепления. И вот к ней уже цепляется эта площадка. И уже к площадке цепляется приемник. Это тоже вариант. Приемник передатчика и петличка. Это вот микрофон, который я сейчас использую. Подключаем к смартфону. Петличный микрофон. В чем разница? Дело в том, что в основном все петлички, они предназначены для компьютеров, для камер. У них вот эти соединения. Здесь же несколько точек соединения. Они по-другому расположены. В отличии от смартфонов. Там же есть специальная область, рассчитанная для микрофона. И она не подходит под эти разъемы. То есть, нужен специальный микрофон со специальным штекером. Для того, чтобы можно было подключить его к смартфону. Вот, собственно, компания выпускает такие петлички отдельно. Это достаточно удобно. Не нужен радиомикрофон, как вы видите мне. Я записываю звук. И потом вы просто в редакторе совмещаю с видеокартинкой. И все. Можно использовать и радиопетлю. Будет примерно то же самое, только мне еще батарейки нужно менять. Следить за ними. А в данном случае телефон зарядил, и все. Для лекций самое то. Классический микрофон, который вы видите очень часто на концертах и так далее. Тоже используется и в репортажах. Профессиональный. Видите, у него и шнур толстый. То есть, он экранирован, защищен от помех всевозможных. Эти микрофоны рабочие лошадки для журналистов. С ними как раз берут интервью, записывают, если нужно быстро кого-то записать. Потому что петличку вы повесите человеку, который готов с вами долго беседовать. А если человеку нужно спросить, ну буквально один вопрос какой-то, вряд ли вы будете вешать ему петличку, прятать ее, убирать и так далее. Достаточно использовать такой микрофон. Это вот кабели. Кабель профессиональный, толстый, используется в больших видеокамерах профессиональных. Они обычно тяжелые, обычно длинные, защищены от помех, чтобы при записи все было качественно. И вот у них, видите, такие особые коннекторы. Вот всякие тоже переходники и соединения. Это чисто визуально, чтобы вы понимали, что в профессиональной технике, профессиональном оборудовании соединения отличаются от того, что вы используете в повседневной жизни и в быту. Даже если у вас есть своя маленькая видеокамера, в ней таких соединений, скорее всего, нет. Потому что для таких соединений требуется уже другое напряжение входное и выходное, другое сопротивление. А маленькие камеры рассчитаны на свое собственное, маленькое обычное напряжение. Поэтому таких кабель даже не используется. Но на них сколько надо энергии потратить с аккумулятором. Поэтому это большие обычные камеры с большими аккумуляторами, профессиональное оборудование. Это вот ветрозащита. Такой вам пример. Она бывает разная. Сделана на материал, очень похожий на поролон. Ну, возможно, это, по сути, поролон. Все дело в том, что обычный поролон, если вы губку поролона уже видели, она стоит как бы из сплетенной такой сеточки. Но эти сеточки могут быть внутри с закупоренными камерами. То есть, с внешней стороны они как бы все такие дырявенькие, а внутри там могут быть случайные перегородочки и все такое. Получается, что этот поролон пропускает вроде бы воздух. Нам же важно, чтобы он пропускал звук. Но если там будут камерки внутри, то они будут создавать глухой звук. В результате при записи, если мы сделаем из простого поролона такую штуку, то у нас звук получается будет глухим, потому что воздух не проходит полностью, а останавливается в этих камерах. Поэтому этот поролон акустический, специально по технологии сделанный, он подороже стоит. Все такие ветрозащиты, они ценные достаточно. Купить новую – это несколько тысяч, пара тысяч может стоить. Их можно же потерять, они же тоже снимаются с микрофона. Вы обращали внимание, что ветрозащиты раскрашивают по-разному каналы, логотипы свои рисуют прямо на ветрозащите. Это удобно, ее же можно снять, надеть другую. Микрофон не портится. Вот еще одна ветрозащита – это от сильного ветра. Вот та ветрозащита, которая сейчас была, вот эта, она все-таки сильный ветер не выдерживает. Почему? Если воздух ударяется по этой поверхности, он все равно ее немножко будет стучать по ней, грубо сказать могу. Будет создаваться вот этот эффект задувания. Конечно, он будет ослаблен, но все равно он будет, если сильный ветер. А вот эта штука, этот сильный ветер уже развеивает, потому что здесь поверхности нету. Она такая, как шуба на микрофоне из волося. То есть, получается, что ветер дует по ней, да, а она его, воздух этот рассеивает. И в результате звук получается качественным. Поэтому вы наверняка видели такие штуки, когда президенты выступают на открытом воздухе. То есть, есть трибуны, мавзолеи или на таких мероприятиях. Вот такие именно микрофоны стоят. Ну, вот точно такие, но ветрозащита такая. Их там несколько обычно. Где такие шапки стоят. Вот такая штука с защищенным от ударов акустическим поролоном. Это удочка для записи звука. Звук-то можно записывать не только микрофон, поднеся к человеку. Да, сверху еще можно. В сериалах так записывают звук. Ну, и для того, чтобы, если случайно за что-то задели, ничто не повредилось, это не металлическая, она пластмассовая. То есть, она закрывает таким образом от повреждений микрофон. Ну, нам, естественно, нужно записывать звук качественно, чтобы наш зритель все прекрасно понимал, что говорится, и в кадре, и за кадром. Критерии качества. Не должно быть посторонних шумов. Ну, что это имеется в виду? Таких шумов, которые слишком громкие и заглушают собой речь человека, с которым мы, допустим, беседовали, остановили его вдруг на улице и спросили что-то. Шумы должны быть достаточно тихими. Для этого нужно использовать оборудование, которое подходит в данной ситуации. Мы еще с вами чуть попозже посмотрим другие микрофоны. Есть микрофоны встроенные же в камеру. Они записывают шум вокруг. Естественно, записывают и человека. Но шум вокруг для них основное. Они записывают очень широкий диапазон. Получается, что тихий голос человека в сравнении с фоновым шумом плохо различим, когда мы уже с вами будем монтировать видеоматериал. Поэтому нужно всегда следить, чтобы фоновый шум был тихим. Потом отсутствие технических помех. Это важно, потому что из-за халатности элементарно можно потерять достаточно хорошую запись. Именно из-за технических помех. Что это за технические помехи? Когда соединяются провода между собой, имеют какие-либо соединения, переходы, удлинители, эти места могут быть неисправными. Либо не очень хорошо соединились, не до конца. В результате может возникать треск, всевозможные вещи, которые потом уже нельзя убрать из записи звука. Вы беседовали, допустим, с кем-нибудь интервью писали, и петличка этого человека была неисправна, к примеру, и этого не заметили. В результате нельзя выдавать в эфир такой материал. Придется заново переписывать, потому что исправить его не получится. Конечно, сейчас технологии в звуке обработки достаточно далеко продвинулись, можно очень многое, но убрать серьезные дефекты не получится, если они на самом голосе, прямо когда человек говорит. Если они в промежутках между фразами, словами, то это еще можно как-то почистить. Но если технический шум, технические помехи, то они обычно циклические, они обычно повторяются. Провод шевельнулся случайно, или у человека петличка неисправна. Шевельнулись, или человек повернулся, в результате шум записывается вместе с видеодорожкой. Запись самого голоса должна быть громкая и отчетливая. Потому что если уровень записи будет тихим, что получится? Когда мы его прибавим в монтажной или программе, шум, который тоже всегда присутствует, он тоже станет громче. В результате мы получим слишком зашумленную звукозапись. Поэтому разница между голосом, громкостью голоса и громкостью фонового шума должна быть значительной. Чем громче голос, отчетливее вернее, потому что громкость, она тоже относительная. Отчетливее голос, чем меньше мы слышим постороннего шума, тем лучше. Потому что добавить фоновый шум всегда можно позже, если он требуется. Но запись человека, интервью, особенно на улице, когда ездят машины, создают такой гул. Здесь важно всегда следить. Вы, как журналисты, не обязаны проверять за операторами и звукооператорами, теми, кто занимается записью звука, проверять это все. Но вы должны понимать, что иначе, если они этого не сделают, ваш материал полетит в мусорное ведро. Вы не сможете его использовать. Я имею в виду интервью. Потому что в видео еще как-то можно взять откуда-то еще звуковую дорожку, похожую. Если это улица, гул машин, листва, ветер, все это. Это еще можно найти. Фонотеки. А вот интервью вы уже ничем не замените и никак не поправите. Поэтому качество из должно быть безупречно. Отсутствие перемодуляции. Это чисто технически, но бывают такие ошибки, что это такое перемодуляция. Когда уровень громкости звука превышает уровень чувствительности микрофона. То есть, микрофон бывает чувствительный достаточно. Они улавливают все шорохи, все записывают. Если вы будете орать в этот микрофон, я условно, утрированно говорю, то в результате он запишет и ваш голос. Но он будет записан так громко, что микрофон даже будет сбоить. И ваш голос получится искаженным. Получается, что микрофон чувствительен в определенном диапазоне. Он слышит какие-то тихие вещи и достаточно громкие. Но если вне этого диапазона более громкие вещи или, наоборот, еще тише, он не слышит или начинает уже сбоить. Как и наше ухо. Мы же слышим тоже определенные частоты. Мы не слышим очень тихо что-то, а очень громко вызывает у нас боль в ухе. Микрофон примерно так же работает. То есть, по сути, слишком громкий звук вызывает у микрофона боль. И в результате этот звук уже будет бракованным. Его нельзя будет использовать потом в своих репортажах. Или он даже не то что будет неразборчиво, что говорит человек. Я сейчас покажу вам на некоторых примерах. Вот смотрите. Это звуковая программа, неважно какая. Во всех звуковых программах, когда мы загружаем туда звуковой файл, нам рисуются вот такие звуковые дорожки. То есть, колебания. Вот это нормально выглядящая звуковая дорожка. Когда у нас есть тихие места, громкие. Они все хаотично расположены. Но этот хаос, он зависит от того, что произнесено, какой звук, с какой громкостью. То есть, если вы видите такую картинку, то все, в общем-то, хорошо. Это вот тоже. Видите, они чуть-чуть отличаются, но смысл всегда одинаковый. Две звуковые дорожки, то есть, это стерео. Они даже... Эти, по-моему, одинаково выглядят. То есть, они идентичные. А бывает стерео еще на этом, по-моему, отличалось. Здесь, да, они заметно отличаются. Не зеркальные такие, не похожие. Чуть-чуть, да, разница есть. Так как стерео используется два микрофона, то каждый микрофон пишет, в общем-то, одно и то же. Но звуки чуть-чуть разные. По громкости, там, что-то с этой стороны слышно лучше, что-то с этой стороны слышно лучше. Поэтому стерео выглядит немножечко иначе, чем моно. Моно получается только одна дорожка. Вот один кусочек моно-дорожка. Это вот звуковые программы различные, просто как они выглядят. Не значит, что вам нужно их все изучить и уметь в них работать. Вот тоже звуковая дорожка стерео. Здесь, ну да, они очень сильно отличаются. Вот обратите внимание, есть места, вот, например, вот это место, где, видимо, человек либо говорил чуть-чуть тише, либо пауза была между предложениями. И вот здесь сразу видна вот эта вот ямка. Здесь и здесь. Но они разные. Здесь чуть-чуть, ну, даже сложно сказать, уже она не уже, но вот тут вот отличие присутствует. Бывает, что если мы увеличим, здесь довольно плотно, много, значит, записано, не видно, сколько именно по времени. Если раздвинем, то вот эти волны, они будут уже там достраиваться, дорисовываться еще. Вот смотрите, это вот уровень записи обычный. Есть речь человека. И есть паузы, где ничего не записано. Тут информация какая-то присутствует, конечно, микрофон же все равно что-то улавливает. Но она очень тихая, что получается просто прямая линия. Это достаточно качественная запись, но даже по графику видно, что она довольно тихая. То есть можно сделать ее громче. И если мы громкость прибавим, то шумы у нас сильно не полезут, так как их здесь вообще не видно. Они появятся при добавлении громкости, но они не будут заглушать. А вот здесь идет шкала громкости. От нуля и так далее. Больше-меньше. Получается, что мы по этому рисунку можем определить примерно, как у нас записано. С какой громкостью. Хотя всегда нужно смотреть на шкалу, которая еще располагается. Вот мы прибавили громкость. Видите, да? Появились вот здесь какие-то еще звуки, но они тихие. То есть они будут присутствовать, их даже можно услышать. Но они такие тихие, что это нормальный шум. Он никак не повлияет на качество записи. А в результате сам голос стал громче и лучше слышен. Вот разница. Как было, как стало, прибавили громкость. Причем во всех программах есть специальные полосочки. Вот полосочка. Это здесь, по-моему, минус 6 децибел. Громкость, которая используется как стандарт для эфира, для распространения. Потому что, когда мы смотрим с вами телевизор или что-то сделанное профессионально на ютюбе, в интернете, то звук там одинаковые громкости на протяжении всего ролика. Если он будет постоянно плавать, то вначале будет громко, слышно все хорошо, а потом через какое-то время раз там кто-то шепчется. Это некомфортно слушать. Громкость поэтому нужно будет выравнивать. То есть, просто в программе это усиливается и все делается погромче. Так, чтобы человеку было комфортно целиком смотреть весь материал, не крутя ручку громкости никак. Чтобы это всегда было, вот поставили один раз и все. И всегда смотрим одинаково, весь звук на всем канале всегда одинаковый. И вот эта вот полосочка, она как раз просто показывает условно, что вот этот звук эталонный. То есть, до него если дотягиваются вот эти вот пики громкости, то значит все нормально. Будет слышно все хорошо, отчетливо у человека. А вот в данном случае, видите, не дотягивается. То есть, получается, здесь зритель хорошо все услышит, а здесь для него будет очень тихо. Поэтому надо все будет погромче делать. Здесь, видите, такая была как гребеночка случайная, а теперь ее как будто постригли. Это компрессия. Ее делают как раз на радио, на телевидении. Что такое компрессия и для чего она нужна? Она, во-первых, вот эту полосочку уже здесь плохо видно, но она вот есть. Не позволяет звуку быть громче, чем номинально. То есть, уровень тот, который стандарт для конкретного канала. Для чего? Чтобы ваши же телевизоры и так далее вдруг не стали орать. Все обрезает условно, обрезает край. Получается, что звук всегда в норме и не более этой нормы. Просто используются программные уже средства. Эффекты, плагины. И компрессор еще создает более плотный звук. Вот как раз радиоэфир тому подтверждение. Если вы слушаете радиоведущего вне радиоэфира, допустим, он интервью какое дает, у него голос немножко отличается. А в радио такой плотный, такой прям красивый. Вот за счет компрессии частоты звуковые, они более обогащаются. То есть, они усиливаются. В результате голос человека, он тоже немножко видоизменяется. Звук по-другому уже получается. И это умышленно, естественно, делается, чтобы радио было приятнее слушать. К примеру. То же самое на телевидении. Голос должен звучать красиво. Поэтому его таким образом делают чуть-чуть приятнее. С помощью эффектов. Но совершенно исправить какой-то писклявый голос, конечно, не получится. Для этого нужно человеку тренироваться. Но все возможно. Еще несколько примеров микрофонов. Это вот записывающий устройство. Просто оно лежит на боку. Я вам принес вот такое. Это конструкция другая немножко. Это внешний рекордер. У него есть здесь два микрофона. Видите, да? Они располагаются вот так. То есть, он предназначен для записи, интервью и в том числе каких-то даже концертов. Потому что за счет того, что микрофоны располагаются вот так, вся эта область, которая внутри находится, он ее улавливает и записывает. То есть, здесь вставляется карта памяти, аккумуляторы и различные опции и настройки. То есть, такой рекордер для радиорепортера и все. Ему больше ничего не надо в жизни. Но этот 10 тысяч. Ну, микрофоны сами по себе очень качественные. То есть, вообще оборудование хорошее и качественное, оно стоит дорого. Слишком дешевое оборудование, оно должно сразу вызывать сомнения. Потому что сборка тех же микрофонов – это дело дорогое. И чем точнее они выполнены, чем качественнее, тем получается дороже. Ну, до бесконечности. У них ресурса не существует. Если только уронить или как-то использовать, а так отслужить может очень долго. Этот у меня уже лет 5, наверное. Но уже и модели есть гораздо новее. Вот эта уже и новая модель, когда поворачиваются микрофончики. У меня они, видите, не поворачиваются. Они в специальных этих жестких таких штуках закреплены в рамках. А так тут еще входы есть. То есть, можно записывать интервью, еще две петлички подключить. И эта штука записывает на карточку. А вот на нее надевается такая вот ветрозащита. Забавная. Вот даже пощупайте. Она очень похожа на поролон. Ну, не совсем. Похоже? Похоже. Но не совсем то. Хочешь, что такое ветрозащита? Пощупайте. То есть, это вот идет в комплекте с таким микрофоном. Камера – это бытовая камера. Но так как уже формат Full HD, эта камера лучше, чем некоторые эфирные каналы, которые еще не перешли на цифровое качество и на HD качество, то картинка у них лучше, чем картинка по телевизору. Единственная у них там проблема – это есть некоторые проблемы, связанные с освещенностью. Нужно побольше света. Тогда эти камеры снимают совсем не хуже, чем вот буквально то, что мы видели по телевизору лет пять назад. Сейчас они очень распространены. В них микрофон встроенный, вот здесь. В разных местах, разные модели, у них расположение микрофона. Здесь встроен вот в одном месте получается два микрофона. Тут даже подписано левый, правый. Этот встроенный микрофон, он далеко не идеальный. Он записывает шум вокруг, он не может сконцентрироваться на человеке. То есть, нужно стоять близко к этому человеку, чтобы записать качественный звук. А если вы отойдете на два метра, все, уже два метра, ну вот, расстояние. Все, уже звук будет очень тихим от человека. Ему нужно тогда орать, чтобы как-то записать. Либо вокруг должно быть тихо. Такое помещение нужно выбрать, чтобы было тихо, тогда качество звука будет хорошим. Вот, кстати, я записываю когда на GoPro. Если вы видели, ролики у нас в группе есть, там ваши тоже ответы есть и мои. То, что я говорю на микрофон. Разница очевидна по качеству звука. Здесь встроенный микрофон, который направлен сейчас на вас. То есть, встроенный микрофон – это практически ни о чем. Но нам вполне достаточно для наших целей. Там все понятно, что вы говорите. Потому что здесь нет какого-то шума. Улицы здесь практически не слышно. Поэтому это годится. Но это не эфирное качество, конечно. Это только для нашего с вами использования. Ну или вообще для изучения, обучения. Тех, кто хочет послушать об этом. То есть, встроенные микрофоны в камере – это хорошо. Но к ним нужно, естественно, другие микрофоны еще. Если вы хотите записать интервью с кем-то, побеседовать, либо сами что-то наговорить в камеру. Для этого нужно обязательно дополнительные микрофоны. Вот тоже микрофон. Это встроенный, но он просто на корпусе располагается сверху камеры. Разница невелика. Хоть он встроен, как вот на предыдущем слайде. Хоть вот так встроен. Он, тем не менее, располагается на камере. Камера может быть достаточно далеко от нашего спикера, который что-то нам рассказывает. Это еще один пример микрофончика студийного с поп-фильтром. А вот внешний микрофон на фотоаппарате. На фотоаппарат сейчас тоже часто снимают. Сами фотокамеры дешевле, чем профессиональные видеокамеры. Они снимают достаточно хорошо. Снимаются и сериалы на них. Снимаются и некоторые телепередачи на фотоаппараты. Это бюджетненько так. Конечно, в идеале использовать телекамеру. Потому что профессиональное оборудование, специально созданное для телепроизводства, оно и надежнее, и удобнее. Хотя и так тоже неплохо. Внешний микрофон установлен на горячий башмак фотоаппарата. Вот эта конструкция служит для того, чтобы не передавалась вибрация микрофону. То есть, такая амортизация легкая. Ну и микрофон используется микрофон-пушка. В чем разница микрофон-пушка и встроенного микрофона? Встроенный микрофон, он первоначально сразу задумывался, что он записывает весь звук. Микрофон-пушка – это узконаправленный микрофон. Можно же сделать микрофон, который записывает звук вокруг. А можно только тот, который источник звука перед ним находящийся. То есть, вот непосредственно такой микрофон. Он записывает человека, который стоит перед ним. И в результате качество звука бывает лучше, чище. Конечно, попадают и посторонние шумы. Конечно. Но в результате за счет этого можно записать достаточно далеко расположенного спикера, который нам что-то рассказывает. Так, это был последний слайд. Смысл весь в том, что звук всегда нужно записывать качественно, следить за этим. Следить достаточно за многими показателями. Какими? Эта громкость звука должна быть хорошей. Все соединения должны быть проверены. Работоспособность оборудования перед съемкой тоже нужно проверить дома. Брать запасные микрофоны. Представьте себе, вы приедете на съемку с оператором. Обычно съемочная группа 2 человека. Может быть больше, 3 человек, возможно. Вы приедете на съемку, а у вас микрофон сломался. Все. На смартфон. Ну, а на смартфон, если что-то возможно записать на смартфон, да? Если у вас с собой все-таки есть еще какой-то микрофон. Или чисто на смартфон, тогда можно использовать встроенную в камеру пушку. Потому что она всегда есть в камере. Разница между смартфоном и пушкой будет невелика. Смартфон же тоже записывает звук. Если вы близко поднесете, хороший. Если вы чуть отнесете от себя, он сразу настраивается на общий фон и записывает и шумы вокруг. Хорошо. Поэтому я использую сейчас петличку, которая находится очень близко к источнику звука. Сам смартфон в кармане, он ничего больше не записывает. И в результате звук получается чистым. Смартфон – это такой резервный вариант. Но, к сожалению, если у вас спикер какой-нибудь, важный чиновник, которому вряд ли подсунете под нос смартфон, если он стоит или еще что-то. То есть, это не вариант. Поэтому запасное должно быть всегда. Запасные могут быть не обязательно два одинаковых микрофона. Это может быть микрофон ручной. И может быть петличка, в которую… Или может быть удочка с микрофоном еще. Разные варианты. Обычно съемочная группа берет несколько вариантов, потому что неизвестно, что придется снимать. И в результате спасается, спасает материал, записывает то, что нужно. Так, значит, вот основные моменты. Ну и при обработке звука, конечно, это не ваша обязанность – обрабатывать звук. Но вы просто должны понимать, когда просматриваете материал после завершения работы над ним, что звук должен быть везде одинаковым по громкости, чтобы он был отчетливо слышен. И если вы, сидя рядом на монтаже, что-то не расслышали, когда прослушивали материал, то это придется выкинуть. Потому что зритель не расслышит это точно. Вы, как человек, кто делает материал, если не понимаете, о чем речь, то зритель уж точно не поймет. И придется отсеять это все. Про звук пока все. Вам… Мы сейчас тему еще одну рассмотрим. Репортаж. Вам придется уже записать звук для своего материала. Это будет уже два задания. Репортаж из Питера. То есть, тем, кто не загрузил свои пока видео… Ну вот, к сожалению, сейчас погода плохая будет. Я не знаю, как вы будете снимать. Потому что сейчас дожди и все такое. Может быть, будут какие-то дни. Но вы же тоже учитесь. У вас только вечер остается, а вечером темно будет. Поэтому я не знаю, как вы будете выкручиваться. Поэтому я прошу сделать все-таки маленькую зарисовку на минуту. И будет второе задание – сделать уже маленький репортаж на минуту. Вот сейчас мы про репортаж будем говорить. Это как вторая часть нашего сегодняшнего занятия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА